Играет музыка По сведениям источников, первым послом, который посетил этот регион Ферганскую долину, был посол Китая, который прибыл в Фергану еще в 128 году до нашей эры Играет музыка Это свидетельствует история взаимоотношений Узбекистана и Китая Значит, мы всегда друг у друга учились, обменивались опытом От этого сотрудничества и китайцы, и мы выигрывали Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Даже стали губернаторами целых регионов Были хорошие экономисты, были финансисты, то есть они занимали достаточно высокие должности, достаточно высокие посты И к ним китайцы относились очень с большим уважением Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Эта мечеть Нюджи из 34 существующих мечетей в Пекине, она самая древняя, построена в 996 году нашей эры. О том, кто ее построил, источники разнятся, кто-то говорит, что это выходцы из Туркестана, а кто-то арабских стран. Но в чем единые источники? В том, что самый большой вклад в развитие исламской культуры, цивилизации, науки здесь внесли именно выходцы из современной Центральной Азии. В частности, два шейха. Шейх Имамиддин Аль-Бухари и шейх Ахмад Буртан Косуани. Именно при них эта мечеть разрослась, последователей ислама стало больше, и двор императора очень с уважением относился к ним. И до сих пор в этом укромном уголке мечети сохранились их надгробия и древние надгробные камни, где арабской вязью прописаны их имена, датируемые 1280 годом. Муза Шахрух Это было посольство Ченченя, и Ченчень тоже где-то четыре раза как минимум здесь был. Но что известно, во-первых, он написал его, нам достались эти данные. Два сочинения. Первое — это дневник путешествия, а второе — это было описание городов, то есть государств городов. В этом случае, в частности, у нас есть крупные группы, или отельцы, и они были в Кыгасе-Дин-Нақаш. Кыгасе-Дин-Нақаш, в Кыгасе-Дин-Нақаш, в Шахзаде Мирзабай Сунгур, в тенле. Самое важное, что в Кыгасе-Дин-Пекинге, они были в первую очередь, они были в первую очередь, импературой, областью, Продолжение следует... 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 Зачастую в политике жесты говорят больше, чем слова. А чтобы понять смысл этих кадров, и слов не надо. Нынешний визит президента в КНР шестой по счету и первый в наступившем году. А так, под звуки антижанской польки в Доме народных собраний начинаются переговоры Шавката Межзиоева и Си Цзиньпина. Отношения, прорывные контакты развиваются на всех уровнях. Диалог крепкий, а по ключевым вопросам у стран взаимная поддержка. Закрепляют достижения лидеры совместным заявлением, что и впредь. Узбецко-китайское сотрудничество будет всепогодным, всесторонним и стратегическим. Это наглядный пример такого сотрудничества. Карта Китая и масштаб мероприятий в рамках визита, которые буквально проходят в четырех частях Поднебесной. На севере Урумчи состоялся первый межрегиональный форум. В Шанхае, на востоке, проходит культурная программа. На западе, в Пекине, официальные мероприятия, а на юге, в Шэньчжэне, инвестиционный форум и деловая программа. Канитар, эшикарные, на чём, бережья, келесево-голдик. Хар бур цафка боев, хар бур юналыш боев. Урмат ли брадарам Суизинпин билен, янги Узбекистанда, манашынды, янги куч болуп, янги харакат болуп, пайда болакан тадбір короларды, бурлар Хытайдэ коллап фуатлэшкэм. Хытай тадбір короларны, Узбекистанда, хар таманла ман, коллап фуатлэшкэм, манам вада бердин. Чтобы понять масштабы Шинжэни, взглянуть на него необходимо с высоты птичьего полета. И лучшее место, чем Международный финансовый центр Пинань, самое высокое здание в городе и четвертое в мире вы не найдете. Отсюда наглядно видно, как всего за 40 лет маленький провинциальный городок превратился в крупный мегаполис с 20 миллионным населением и самую развивающуюся экономику. Это и есть наглядный пример китайского экономического чуда. Президент выбрал Шинжэнь в качестве одного из пунктов назначения в Китае. Шинжэнь один из самых молодых и быстро развивающихся городов в Китае. Он был основан относительно недавно, в 1979 году, а компания Huawei была основана в этом же городе в 1987 году. Таким образом, мы ожидаем, что такая страна, как Узбекистан, обладающая длинной историей, станет самым главным партнером. Мы очень хорошо взаимодействуем друг с другом и вместе будем двигаться вперед. Мы работаем в Узбекистане на протяжении последних 25 лет, пять из которых стали весьма динамичными. На самом деле Узбекистан развивается гораздо быстрее, как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе. Huawei, как ведущая технологическая компания, вместе с государственными ведомствами, с партнерами по экосистеме и из вертикальных индустрий, работает вместе и развивает будущее цифровой среды в стране. Мы являемся, на самом деле, одним из, если не единственных, конкурентных. Вот этой большой компании Illumina по производству сепренаторов. Это декодирование. Берется ДНК и расшифровывается при помощи лазера. То есть все вот эти машины, это практически такие машины с лазером, где лазер бьет по ДНК и мы видим по цвету, мы определяем, что и что. И главное здесь, в этот чат показывает, что популяризация тестов, развитие технологий и удешевление самого теста. То есть он становится доступным. Наша миссия сделать его еще дешевле, еще дешевле, еще дешевле. На форуме «Один пояс, один путь», состоявшемся в 2023 году, мы увидели стремление Китая и Узбекистана к дальнейшему углублению сотрудничества. Являясь ведущей компанией в области биологических наук, BGI Genomics также надеется на полное внедрение технологий, связанных с геномикой в Узбекистане, что окажет большую помощь здоровью и благополучию обеих стран, улучшит результаты в области здравоохранения. Являясь ведущей компанией в Узбекистане, сейчас работаю еще над тем, чтобы акклиматизировать его. А здесь не нужно, здесь нужно минимальное количество воды. Он, как обычно, акклиматизирует не идет вниз, он сплетается сетью и идет горизонтально. Поэтому не нужно большое количество плодородной земли. И 5 лет нужно не еду. Абсолютно. Компания Миндрей была основана в 1991 году. На сегодняшний день наша компания является самой большей компанией по медоборудованию в Китае. И также единственная китайская компания, которая находится в топ-30 компаниями по медоборудованию в мире. Узбекистане, если по населению, это самая крупная страна в Центральной Азии. И мы считаем это очень профессиональный рынок для нас, именно как компания медоборудованию. И мы уже давно, ну, 12 лет работаем в Узбекистане. Когда я приехал сюда, это было где-то 7 лет назад, многие путали, когда говоришь Узбекистан, они начинали говорить Пакистан, Афганистан. Я могу сказать, что за последние 2-3 года это очень резко поменялось. И когда говоришь Узбекистан, они сразу начинают говорить Ташкент, Бухара, Самарканд. То есть чувствуется, что количество контактов увеличилось с нашей страной. Это заметно, когда я преподаю. То есть если я преподаю какие-то темы, я всегда преподношу каких-то исторических персонажей. И, например, говоря об астрономии, я обязательно говорю о вкладе Улукбека. Говоря, даже обучая физику, я говорю, что вот есть алгоритмы работы. Откуда вот это слово алгоритм? И обязательно объясняю, что был такой ученый Аль-Харизми, Аль-Фараби и прочие. Это всегда очень полезно для студентов, когда мы говорим не только узкоспециализированно, но даем общее понимание. Узбекистан обладает крупнейшим автомобильным рынком в Центральной Азии. Кроме того, в текущем году мы присоединяемся к инициативам по «Шелковому пути». Считаем, что огромный потенциал, высокий спрос, а также развивающаяся экосистема в Центральной Азии помогут BYD развить новую энергетическую конкурентоспособность в этом регионе. Что касается Центральной Азии, уверен, что Узбекистан станет первым из числа всех других стран. Узбекистан – это первая. Мы идем уверенно, серьезно и надолго. То есть комплектующим мы должны локализацию обязательно делать, потому что самое главное направление вообще экономики, когда есть локализация во всех аттракциях. А в новом направлении – это для меня очень важно. 1 сентября 2023 года, спустя всего 6 месяцев присутствия бренда в Узбекистане, BYD запустила узбекский язычный интерфейс. Это первый в мире автомобильный бренд, который предлагает узбекский интерфейс. Вы должны как близким друзьям сказать одну правду. Вашей компании 20 лет тому назад, как вы начинали, вы нам секрет должны рассказать, что этот секрет мы благодаря нашим отношениям приобрели и такими же темпами развивались в течение хотя бы 10 лет. Ваша поддержка увеличивает наши уверенности по расширению инвестиций на Республике Узбекистан. Особенно наилучшие отношения между Республикой Узбекистан и скидаемы дают нам сильные уверенности, потому что у нас имеется хороший президент, надежный партнер, поэтому наше посажение становится лучше и лучше. Спасибо. Я вас жду в Узбекистан. Увольцая, в Узбекистан тебя нет.